коронавирус ударил не только по здоровью людей но и по их социальному благополучию многие лишились работы жительница барнаула юлия яковлева в конце марта получила трудовую на руках остался маленький ребенок на что она живет сейчас готова нам рассказать или а здравствуйте расскажите пожалуйста как произошло увольнение и на что вы теперь живете ну вот началось у нас все это с 27 числа 27 марта нам сообщили что у нас закрывать на карантин работала в торговом центре на фудкорте вот это было ну уже практически под закрытие управляющий сказала что пришло постановление о том что скрывают на карантин ну какие у нас были в тот момент чувства скажем так не знаю даже ну как то еще даже не осознавали что будет дальше на следующий день вот уже когда находились дома уже начались возникать вопросы в голове что на что жить нам сказала вот наша не управляю работодательность что ничего не будет никаких выпад только зарплата за те дни которые мы вот отработали в марте так как она не государственное предприятие она ничем не может помочь как бы это не камень в огород работодателя что она нас оставила ничего нам не платит нет ее можно тоже понять если так же взять как нас обычных людей не работодатель у нее также есть маленький ребенок супруг также были попытки уже устроиться на работу мы посидели вот какие-то дни также дома искала я работу обращалась по некоторым вакансиям приходила но сказали связи с тем что карантин мы не можем вас даже вывести на стажировку большой поток людей сейчас желающих на работу многие остались без работы и женщина прям такая вот тоже ну понимающая что ли даже не знаю просто вот обычно когда даже звонишь по вакансиям так вот такого разговора нету как с ней произошел она сказала что раньше на 16 тысяч что человека 45 от силы позвонят нам вот обратятся к нам и все а сейчас такой поток что все растерялись и как выбрать из этого потока людей то есть нам надо и на работу и все с такими ситуациями вынужденными и всем охота помочь но мы не можем как бы его то 16 тысяч люди идут как бы вакансий сейчас очень мало то есть на сайт заходишь авито хр у допустим работа там в основном рабочие то есть это мужские профессии там водителя какие-нибудь там ну по ремонту машин то есть и вот торговля не женских очень мало какие-то выплаты вам сейчас полагаются вы узнавали об этом выплат никаких не предусмотрено самый вот еще интересный момент что мы сейчас сидим дома вынуждена не по своей воле не по каким-то другим причинам просто нас посадили вот я обзвонила очень много горячих линий которые мне тоже давали и по коронавирусу и дальше какие-то соцподдержки и везде отсылают то есть друг другу обратитесь туда обратитесь туда но никакого ответа ни на одном из этих номеров я не получила единственное вот по какому-то тоже но это был номер соцзащиты связанный девушка очень грубо как бы так сказала что а что вам кто обязан если вы работали в п то есть вы разговариваете непосредственно с работодателем а вот этих выплат вам ничего не положено и государство вам ничем не обязаны но вы обязаны сидеть дома соответственно нам ничего не положено и мы сидим дома ребенку четвертый год живем мы на средства скажем так которые вот у меня остались с работы выплаченные за март сейчас осталось 6 тысяч всего лишь осталось получали 13 13 даже с копеечками дали но там все равно надо было из-за жкх заплатить хоть какую-то часть потому что это тоже никто не отменил сейчас конечно стараешься экономить многое что уже не покупаешь только все самое необходимое чтобы у ребенка все было молоко дома хлеб какие-то все крупы чтобы можно было с чего-то приготовить и ну и все так что заходите в магазин доходит что-то купить но понимаешь то что если ты сейчас купишь потом денег не будет их никто не даст это не сможет даже заработать юля вы воспитываете ребенка 1 помогает ли бывший супруг платит ли алименты элементы не платит ну тоже вот плюс просто многие семьи то есть вот даже помощи нет вообще никакой а у нас хоть вот он не помогает помогает его вот родные отец бабушка его и мама там потужок по возможности а он нет никак бывало что платил алименты но вот сейчас вообще запили мы все то есть как вот началась вот это вот пандемия вот у нас уже это все коснулось он работал а потом просто это же коронавирус это же страшно как я буду работать и да 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 ну и скажите опустились ли у вас руки ну руки опускаются связи с тем что много стараний много усилий приложено к тому что вот вообще чтобы найти нормальную работу получать нормальные деньги так как вот многие также вот в пабликах читаешь комментарии что люди отписываются что а кто вам виновата что вы не устроились государственные предприятия чтобы получать какие-то выплаты больничный лист и все остальное но просто когда вопрос стоит о том что сколько ты будешь получать либо ты будешь получать от 20 либо ты будешь получать 15 но официально все-таки приходится задуматься что как же лучше то ли ты будешь ну ладно и поэтому и по это без разницы но главное ты будешь эти деньги и получать 20 тысяч чтобы тебе хватало одеться обуться накормить всех всю семью заплатить все расходы которые вот положены ежемесячные и сидеть спокойно либо получать 15 тысяч и думать а на что жить дальше но зато под государственные скажем так вот опекой верите что все изменится и наладится конечно хочется верить надеемся что все будет хорошо и все таки мы выйдем раньше 30 числа на работу и все будет хорошо с этой заболеваемостью что это все пойдет на спад что больше нас никто не заболеет хотелось бы это верить ну и заболевшие скорейшего всем выздоровления